МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я думаю, я еще много чего покажу ребятам, которые от меня чего-то не ожидают. Но основное это тэквондоргия и капоэра. Лучше всех сегодня показал я. Нет равных мне. Занимался шахматами, очень профессиональный игрок был. Я буду первым в любом случае. Адреналин, тестостерон, не знаю, короче, всякая смесь башки. Если что, на улице как применить самозащиту. Бодимания, все подписывайтесь, крутой канал. Добро пожаловать в мясорубку. Носорубку. Всем привет. Вы на канале Бодимания. Реалити-шоу мясорубка в самом разгаре. Первые тренировки участникам показались легкими. Сегодня мы посмотрим, как они справляются с реальными боевыми задачами. Сегодня мы работаем в стойке. Сейчас будем работать в парах. То есть, ну, в принципе, все идет по плану. Напомним вам о брендах, которые поддерживают команды. Sports Technologies Laboratory. Инновационные пептидные комплексы. Дали, короче, нам спортпит, креатин, быца. И что для суставов? Я такого еще не видел. Мы на весь проект обеспечены очень качественным питанием. За это спасибо спонсорам. Genetic Lab. Качественное и сбалансированное питание. Давайте начнем с фитнес-клуба «Зебра», где команда «Белых» будет проводить ударную часть тренировки. Первая работа у нас идет. Удар в разрез. То есть, когда вы идете на соперника, вы должны понимать, встречное движение соперник всегда будет пытаться встретить. То есть, идет серия. Раз, два, шаг, три. Печень закинули. Всех ребят разбили по парам, исходя из их весовой категории. Давай, левая прямой. Боковой. И левой ногой. Сильной. Вот, тебе еще лучше эта стерия. Раньше я занимался шахматами. Очень профессиональный игрок был. Дзюдо занимался. Футбол в Испании играл, в Грузии играл, в России играл. Я как бы стараюсь научиться бить правильно вертушку, ногами работать. Это все-таки более зрелищные удары, чем борьба. Хотя по стилю я больше борец. К спаррингам я всегда отношусь отлично. Это хороший повод показать себя. Ну и, соответственно, почувствовать возможных оппонентов в твоих будущих. Тут нет очень сильных, жестких оппонентов. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Ну, ввести о сегодняшней ситуации, я не ошибаюсь. Смотри, берешь дальней рукой в разведку. Раз, два, потом. Менее боковой. И левый здесь. Мне кажется, тут лишний. Я сюда пришел, чтобы получить базу какую-то минимальную по борьбе, чтобы, если что, на улице как-то применить самозащиту. Все очень офигенно. Тренировка очень крутая. Тут было Рубилово. Мы так технично, легко поработали с ребятами. Да, и попадал я. Все, не пропустил в голову. Фух, с ноги. С ногами я никогда не работал. Поэтому, блин, немножко голова потрясла. Но все супер. Очень все понравилось. Будем развиваться дальше. Я тренировки не пропускаю. Поэтому, в принципе, я всегда могу набрать такой же уровень. Не хуже, чем у них. После нескольких подводящих упражнений участникам предстояли первые настоящие спарринги. Раз, два, сюда. Одно движение. Раз, два. На голову переводим. То есть, раз, два, прикормили. Потом делаем такое же движение. Раз. Раз, подшагнули ногу. Два, но не бьем. Выводим. И отсюда выводим уже обводящий удар на голову. Понятно? Начинаешь рубиться. Тебя немножко клинит. Эмоции зашкаливают. И ты начинаешь просто пытаться своего оппонента посильнее ударить. Ну, так скажем, вырубить его. Не всем далось легко это испытание. Некоторые вошли в азарт и начали жестко рубиться. От Брюса мне прилетела конкретная оплевуха с бэкфиста. Он был очень хорош. Очень хорош. Большой парень, очень сильные удары. Нравится с такими проводить с парнем. Представляй. Оооо. Я думаю, я еще много чего покажу ребятам, которые от меня чего-то не ожидают. Рубиться не пытался, потому что это лишняя травма, это лишняя проблема. Надо, потому что дожить до самого финала. Поэтому так чисто и легко. Кажется, у нас появляются первые противостояния внутри команд. Занимался всю жизнь, с детства, спортом до определенного момента. Известен был там в определенное время, там устанавливал всякие рекорды и так далее. Когда забот не было ничего, потом появились заботы, то и все, и уже времени на себя все меньше и меньше становилось. Бывает, что попадают на тренировках друг к другу и по печени, и рассечения бывают. Но в любом случае, когда-то злые друг на друга не остаются, потому что как-то стараются с пониманием относиться. Мне понравился очень тренер, очень хорошо объясняет. Все было замечательно, супер, но по-моему, лицо видно, потому что я доволен. Раз, два, а теперь вот ты здесь, ты бьешь здесь ногой, а ты должен сделать вот движение, вот сюда. И вот этим движением закинуть левую ногу. Не тормози, не тормози. Ребята молодцы, все контактные, все дают обратную связь, многие чему-то учат. Это, в принципе, новые знакомства, новые возможности. Мы общаемся помимо тренировочного процесса, поэтому это всегда очень здорово. Это хорошая команда, которая, возможно, дальше будет также развиваться в различных направлениях. Вот сюда таз ты должен вывести. Ты когда бьешь, у тебя плечо, таз и коленка, они должны быть у тебя вот в одной плоскости. А лучше еще, чтобы ты таз вперед еще вытащил. Когда у тебя нету хорошей растяжки, чтобы ударить хорошо в голову, нужно наклонить корпус от соперника. Чем больше спарринг-партнеров, тем более разнообразнее можно сделать тренировочный процесс. Да, где-то там кому-то, может быть, получается уделить меньше внимания, но в целом тренировочный процесс от этого будет только интереснее. Было заметно, как Ислам никому не давал пощады, в то время как в Аликсфитнесе Наиль дал ребятам жесткие указания по поводу тренировок. Между собой уважительное было общение. На тренировке не опаздывать, не прогуливать. Команде синих строго-настрого запрещено рубиться в полную силу. Все ли последуют этому совету? Я постараюсь за эти два месяца передать им свои знания, чтобы они себя проявили достойно бы ребяту голову. Нужно работать над координацией, потому что тяжелее всего дались кувырки, после кувырков кружилась голова. Конкуренты достаточно жесткие, я думаю, будет очень тяжело в будущем. Участники только начинают свой путь, но некоторые уже показывают отличные результаты. Задача просто, да, бросок, тот, кто упал, встает, спаден вышел, заходит в следующий сразу, давайте. От проекта ждут навыков, компанию. И хочу победить, проверить себя опять. Шансы у меня довольно хорошие, потому что по выносливости я многим не уступаю, но в ударной технике у меня еще очень много недочетов. Поэтому надо максимально набрать ударную технику, побольше борьбы. Я думаю, все будет хорошо. Я Капуэрис. Ну, так как Капуэра не особо распространена, там очень много интересных движений, которые не ожидают соперники. Думаю, что-то привнесу в бой. Будет интересно. Впечатление хорошее. То есть я давно уже партером не занимался, не боролся. Чуть голова кружится, но я думаю, потихоньку восстановлюсь и будет нормально. Так, хорошо. Так как я никогда особо ничем не занимался, здесь есть ребята, которые занимались. Вот. Думаю, будет чему поучиться и предоставить какие-то противодействия против них. Парни, старайтесь вообще боретесь, когда в бою, раздергивать, обхитрить как-то напрямую. Это все будет видно, что удары, что это будет все палево. Все молодцы, все занимались очень хорошо. Тренер все по тонкостям объясняет, все четко, все ясно. Ну, прием делал он. Его задумка была, короче. Ну, у вас тоже машут на кодовом. Параллифтинг машут на кодовом. Вот, хочется. Он как бы не занимался единоборствами, занимался пауэрлифтингом. Да, есть. Встали, встали парни. Хорошо, молодцы. Я вообще ни разу не боролся, если честно. Ну, не ходил на тренировки. Первая моя вообще борьба была. Ребята есть, которые нормально борются, есть конкуренция, и мне это нравится. Все красавчики показали уровень, что могут там и в борьбе, и в стойке показать. Поборолись между собой. Примерно представили, кто какого уровня. Ребята достойные такие, ну, сильные ребята. В общем, ну, интересные. Разница, конечно, большая между за этим фитнесом и борьбой. Я сам, конечно, слабовато выступил, но это только начало. Еще поборемся, посмотрим, кто будет сильнее в конце. По технике тут много кто лучше, но много кто и легче. Собственно говоря, моя физика и мой вес меня спасали сегодня. До этого поборолся два раза, и уже функционалки упало, и не смог дальше. В том же темпе продолжать. Ударной техникой я тоже занимался, правда, недолго. В общей сложности где-то полгода, может, чуть больше. До этого просто никогда не боролся. Что-то, ну, по силе немножко проигрываю, но здесь чисто сила. По технике разберусь. Наиль покажет, расскажет, покажет, как можно выходить из ситуации. И с моей быстротой, ловкостью, я думаю, что победа будет за мной. Сейчас, сейчас, стоп. Измите свое мышление главное. Голова должна перенастроиться. После тренировки самое время подкрепиться едой от доставки здорового питания Inferno Kitchen. Очень тяжело, когда много народу. Но сейчас пройдут уже первые бои 10 ноября. Народ отсеется, и будет, думаю, попроще. Вот так прошла мясная тренировка на проекте. А в наших тренировках нас поддерживает вяленое мясо от Миссури. Кстати, по промокоду BODYMANIA вы получите 15% подарок от Миссури. Акция действует 3 дня с момента выхода ролика. Все ссылки в описании. Очень классная тема, всем советую. Как вы думаете, у кого больше шансов победить и забрать пояс? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok